Давайте сначала мнение наставников по игре послушаем, затем наши вопросы. Давайте начну. Серьезно готовились, видели игры Родины М предыдущие два тура. Играющая команда, обученные ребята, несмотря на молодежь. Половина времени владеет мячом, поэтому всем непросто будет с этой командой. Знали, что непростой матч будет. Плюс к тому, что в тот момент, что мы играли третью игру вместе с Кубком, Родина не играла на неделе, мы играли. Поэтому где-то состояние неоптимальное было, эмоции выплеснули, первая домашняя игра на Кубок была. Поэтому здесь благодарен ребятам, что вышли с хорошим настроем, с концентрацией, где-то перетерпели первые минуты. Потом уже, наверное, можно сказать, игра все-таки где-то под нашим контролем проходила. Поэтому здесь, наверное, заслуженно довели до победы. Но в целом, Родина М хорошая команда, очень обученные, одаренные молодые ребята. Я думаю, у них есть будущее. Хочу поздравить команду «Динамо Киров» с победой, во-первых. Также отметить, что команда опытная, видно, что грамотно действует в определенных ситуациях. Видно, что готовились. Тяжело сегодня нам было реализовать то, что у нас получалось в течение этих двух матчей, которые были перед «Динамо Кировом». И ребята опять настраивались наши, узнали, что «Динамо Киров» сыграло на Кубок, что будет тяжело. Хотели держать высокий темп, попробовать навязать свою игру. К сожалению, где-то у нас не получилось это, будем разбирать. Опять, это для нас такие игры, мы бы хотели каждый матч такой играть, потому что мы растем через эти игры. У нас там средний возраст, условно, 19-17 лет. Ребята, да, они только делают первые шаги, большой футбол профессиональный. И такие матчи им только на пользу против ребят, которые уже получали опыт большого футбола. Будем стараться играть. Опять, это футбол, мы любим футбол. И будем стараться играть в свой футбол, где контроль, короткий пас, средняя передача, активный прессинг, высокий. То есть не должны не бояться соперника опытного. Мы должны получать через это только свои плюсы, свой опыт, свои шишки и двигаться дальше. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, вопросы. А где Семену Горьков? Ну, он почувствовал после кубковой игры дискомфорт в ноге, в мышце. Надеялись, что сегодня на замену выйдет, но перед игрой, на разминке перед игрой опять почувствовал боль, поэтому уже чисто по траме не смог выйти. То есть была сильная ротация, когда эта игра составит или нет? Ну, вышел Шмаров слева в защите по сравнению с той игрой. И вышел Коржунов по сравнению с той игрой. Ну, две замены. Так, остальные все те же. Евгений Витальевич, можно я задавал? Да, конечно. Первая игра сегодня, когда вы пропустили больше одного мяча за игру, и третья игра, в которую вы никак не можете забить. С ребятами разговаривал, они сами пока не могут понять, что же происходит и в чем надо добавить. На ваш взгляд, в чем? Ну, еще раз скажу, да, у нас поменялся чуть состав. Он и так был молодой. Было несколько ребят чуть старше, опытные, которые уже играли во втором дивизионе. Сейчас они там ушли в родину 2. То есть, ротация, и нам просто нужно время. Я считаю, только с этим связано. И опять, есть ребята, которые у нас сегодня сыграли вторую игру в профессиональном футболе. Поэтому каких-то там ожиданий высоких у нас нету, но мы работаем, ждем. И для этого эта команда и создана, чтобы работать и дать шанс ребятам раскрыться, шагать дальше. Виктор Геннадьевич, второй матч Аваров играет за «Динамо» после отбытия дисквалификации. Именно с его возвращением состав связано то, что «Динамо» пока не пропускает. Ну, я думаю, в том числе, конечно, и с его возвращением. Ну, я думаю, и Григорий Киваев, мне кажется, обретает некую уверенность от матча к матчу. У него тоже количество матчей, проведенных в профессиональном футболе, можно по пальцам одной руки перечесть. Поэтому он первые шаги делает, без игрового опыта большого. Мне кажется, он от игры к игре какую-то уверенность ловит. Ну, плюс Амаров, да, в совокупность. Ну, и вся команда в целом, в принципе, дисциплинированно перестраивалась, дисциплинирована большую часть времени. И предыдущие игры с композитами сегодня, в принципе, здесь, наверное, можно говорить о больше командной заслуге всей команды игры в обороне. Пожалуйста, еще вопросы к коллеге. Я тоже. Павел Анисимов, футбольник Кида, портал Виталий Геннадьевич, вопрос к вам. Мы мне сказали, болельщики, что у них дежавю с предыдущим матчем. Еще он 2-0, и тоже команда Сибериков интересно атаковала, особенно на начало таймах. Что вы, какой сделаете вывод между этими матчами? Как ты изменилась игра, стабилизировалась, улучшилась, либо это какая-то пока стагнация? Что вы скажете сейчас по горячим свидам и по эмоциям? Ну, точно мы хуже не сыграли, чем предыдущий матч. Наверное, и не было сегодня какого-то проваленного отрезка, как голова с композитом 15 минут второго тайма, его не было сегодня. Поэтому, наверное, сегодня мы даже ровнее сыграли. Но здесь надо учитывать, повторюсь, что третий матч за 8 дней, и все-таки некая усталость психологическая и физическая она присутствовала. Но точно мы уровень держали, и как минимум не хуже.